Значит, пошаговая инструкция, как собаку приучить к наморднику. Соломон, ко мне. Ко мне. В первую очередь, что нужно сделать? Мы даем собаке понюхать его, чтобы он не пугался, чтобы он освоился. А еще лучшее, если вы чем-нибудь намажете намордник, каким-нибудь вкусным запахом, и дали ему понюхать. Тогда у него будет ассоциация, что намордник ассоциируется с чем-то вкусненьким. Вот на данный момент я беру вкусняшку и вот рядом с намордником. Он нюхает, с удовольствием нюхает. И у него ассоциация, он не пугается этого намордника. У него хорошая ассоциация с чем-то вкусненьким, с этим намордником. Это самый первый момент, первый шаг, когда вы знакомитесь с собаку с намордником. Все, собака не боится. Собака позитивно, ну как бы, вот, относится к нему. Вот. Значит, все нормально. Когда собака уже привыкла к наморднику, и она уже спокойно, нормально относится к нему, не удивляется, не боится, не дергается, попытайтесь его одеть. Пытаемся на него одеть намордничек. Дали вкусняшку. Молодец. Уникальность, кстати, наших намордников в том, что они не прикрывают плод на рот, так что вы можете обязательно его похвалить и накормить вкусняшечкой. Если он будет возмущаться или дергаться, ему что-то будет не нравиться, вы можете снять. Да, опять намордник. И опять похвалить. И эту процедуру сделать несколько раз, до тех пор, пока собака не будет адекватно вести себя в наморднике. Он забыл про то, что у него есть намордник. Теперь вы можете с ним просто поиграть. Иди ко мне. Сидеть. То есть, некоторое время он должен побывать в наморднике, да? Вот он, и мы видим, что он себя комфортно чувствует. Это третий шаг. Вот. Лежать. Хорошо. Кувырок, кувырок, кувырок. Молодец. Когда собака уже привыкла, и ей комфортно, и она уже не дергается, не вырывается с намордника, мы приступаем к четвертому шагу. Ну, это будет где-то день, два, а то и три дня. В зависимости от психики собаки, в зависимости от того, какой курс послушания собака прошла, от этого будет зависеть, как скоро собака привыкнет к наморднику. Естественно, если в щенячьем возрасте, то щенок быстрее привыкает, чем уже взрослая собака. Вы видите, что собака комфортно себя чувствует в наморднике, вы можете по квартире с ней прогуляться. С поводком пошли, по комнате прошлись, и мы видим, что собака себя адекватно ведет. Вы уже спокойно можете выходить на улицу. Ну, естественно, на улице много внешних раздражителей, и, соответственно, собака может реагировать на них, каким-то образом пытаться бежать, рваться. Но именно наш намордник рассчитан на то, чтобы каким-то образом препятствовать собаке себя вести некрасиво.